Дорогие друзья, в нашей недельной главе в Ишлах Тора нам рассказывает, как на Яков Авину нападает ангел-хранитель Эсава. У каждого есть ангел-покровитель на небесах. И вот ангел-хранитель Эсава нападает на Якова, они борются с ним всю ночь, такая тяжелая битва описывается в Торе, и, наконец, под утро Яков Авину побеждает. И здесь Тора говорит нам просто уникальную вещь. Мы с вами знаем, что имя человека — это его суть, название любой вещи — это ее сущность. И здесь Яков спрашивает своего побежденного оппонента, вот этого ангела Эсава, он говорит ему, «Как тебя зовут? Кто ты такой? Чем ты занимаешься? Что это за творение такое? В чем твоя суть?» Отвечает ему ангел, «Не спрашивай, не скажу тебе». По-простому мы понимаем, что ангел ушел от ответа, ты меня победил, все, больше ничего у меня не спрашивай. Говорят нам наши мудрецы, что можно это понимать также по-другому, что когда Яков спросил, «Как твое имя? Кто ты такой?», он ему ответил, «Не спрашивай ничего». Это и был его ответ, это и есть имя ангела-покровителя Эсава, ничего не спрашивай. Ангел-покровитель Эсава, его задача, чтобы мы не служили Богу. И чем он занимается? Самая его основная деятельность. Ничего не спрашивай, ни о чем не думай. Он обращается к каждому из нас, и это была не только битва тогда с Яковом, он обращается и сегодня к каждому человеку и говорит, «Ни о чем не думай, иди покушай суши, покури кальян, закажи пиццу, душа есть, ее нету, Бог управляет миром и управляет, а почему такое событие случилось в моей жизни, а почему другое событие случилось во вселенной, какое-то большое событие? Ты ни о чем не думай, родной!» Это задача ангела-хранителя Эсава, убирать людей от Бога, и каким образом он свою задачу выполняет. То, что он ему ответил, «Ничего не спрашивай, не ищи свою миссию в жизни, не задавай вопросы, не изучай, не постигай». В этом была его сущность. И Яков Абину победил его, и Тора нам рассказывает до сегодняшнего дня большой-большой урок. Кто хочет найти Бога, он не имеет права говорить, «Я не хочу знать, я не буду задавать вопросы». Мы все обязаны задавать вопросы, мы все обязаны учиться, ведь если есть Бог, и так и есть, мы в это верим, мы это знаем. И если есть душа, это одна жизнь, я должен с ним быть на связи, он меня ведет. Если кто-то думает, что Бога нету, совсем другая жизнь. И каждый из нас должен сделать выбор, а чтобы сделать выбор, нужно думать, изучать обе стороны, спрашивать, интересоваться. И Сароша или Сав не хочет, чтобы мы это делали, он не хочет, чтобы мы думали. Дорогие друзья, я всем желаю, чтобы мы задавали вопросы, чтобы мы постигали, чтобы мы учились у наших учителей. И дай нам Бог, когда мы будем все учиться и задавать вопросы, чтобы мы получали, во-первых, правильные ответы, и делали для себя правильные выводы. Спасибо огромное за внимание. Шавуатов. Давайте вместе дальше развиваться, спрашивать вопросы и учиться все вместе на Вайкре.